Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях, и вашему вниманию фрагмент программы новостной «Здесь и сейчас» с Екатериной Катерикадзе на телеканале «Дочь». Это вечерний выпуск в прямом эфире. Я подчёркиваю эти детали, потому что записывал и выкладывал в своём YouTube-канале утренний выпуск, где речь шла о некой Екатерине Мизулиной, которая позволила себе оскорбление в адрес всемирно известного психотерапевта Анатолия Кашпировского. И вот в этой вечерней программе об этом тоже шла речь, но здесь есть свои детали. Давайте смотреть и слушать. Запустить российский аналог Википедии, возбудить уголовное дело на футбольного блогера Красаву, изгнать ЛГБТ-лобби из ВКонтакте. Это предложение и требования участников форума безопасного интернета, который прошёл сегодня в Москве. Везде спикеры обсуждали, какие угрозы традиционным ценностям несут западные соцсети. И что ещё помимо Фейсбука и Инстаграма необходимо заблокировать. За форумом внимательно и, не скрою, с определённым накалом эмоций следил мой коллега Михаил Шевелёв. Миша, привет, рассказывай. Да, привет, Катя. Я увлекательно действительно провёл день. Весь день шли дискуссии, панели, сессии. И как я сегодня выяснил, это был, оказывается, уже 12-й форум безопасного интернета под эгидой Лиги безопасного интернета. Ею руководит Екатерина Мизулина. Наверняка наши зрители прекрасно знакомы с её деятельностью. Она открывала и проводила форум. Фрагмент выступления Мизулиной по поводу сегодняшнего задержания Елены Блиновской ещё будет показан в материале нашей коллеги Валерии Кирсановой. Я приведу только одну короткую цитату. «Блиновская — это наш новый Кашпировский». Конец цитаты. Так вот, как выяснилось, спикеры форума согласны друг с другом во многом тлетворное влияние западных соцсетей, недопустимость пропаганды ЛГБТ, блокировка независимых медиа, но фигура телепата и экстрасенса Кашпировского вызывает противоречие. Именно здесь требуется ремарка. Михаил Шевелёв, коллега Екатерины Катрикадзе на телеканале «Дождь», позволил себе назвать Анатолия Кашпировского, всемирно известного психотерапевта, врача высшей категории телепатом и экстрасенсом. Ну, мягко говоря, он, конечно же, сел в лужу с такими определениями профессии Анатолия Кашпировского. И слушаем, смотрим дальше. Я предлагаю Кашпировского не использовать как пример, потому что Кашпировский реальный психиатр, дипломированный, который 25 лет в психушке отработал. Я с ним лично знаком, он реально лично там, я видел, он моего родственника там снял за один сеанс заиканий и так далее. Он реально лечил людей. У него был даже не заскок, но идея такая вот, что надо как можно шире это распространить. Через телевизор тоже, но он реально работавший психотерапевт. Это Игорь Ашманов, член президентского совета по правам человека, доверенное лицо Владимира Путина и поклонник деятельности Анатолия Кашпировского. Так вот, поклонник деятельности Анатолия Кашпировского, с моей точки зрения, подчеркиваю, тоже весьма условно отозвался враче, повторяю, психотерапевте с мировым именем. Смотрите, слушайте дальше. На форуме был одним из самых ярких спикеров, поэтому я бы хотел показать еще один фрагмент его выступления. Здесь он задает вопрос представителям ВКонтакте. Почему все вредное и западное блокируются так медленно? Почему надо ждать решения суда, если украинская пропаганда налицо? Алгоритмы специально, дополнительно обучать, чтобы они распознавали ЛГБТ-контент, не нужно. ЛГБТ-контент абсолютно характеристический. Там есть наборы слов. Обучиться распознавать ЛГБТ, это давно сделано. Тут, скажем, наша система распознает его на раз. И любая, и Яндекс распознает. Это не бином Ньютона. Там не надо дообучать. Не надо. Вот. Не надо дообучать по хохлам. Ну не надо. Если там написано Путлер, это значит хохлы. Что? Что это значит? Если написано Путлер, значит хохлы. Все же понятно. Ясно. Такой способ модерации контента предлагает Игорь Ашмадов. Ну, на 15 секциях форума сегодня обсуждали способы блокировки разных независимых ресурсов в соцсети и медиа. Но только Википедии был посвящен отдельный круглый столб под названием «Как онлайн-ресурс стал орудием информационной войны против России». Пока что российское государство борется с Википедией постоянными штрафами, но участники дискуссии предлагают принять более радикальные меры, заблокировать сайт и разработать российский аналог. Так, Катя, хочу у тебя спросить, есть идеи для названия идеологически правильного верного аналога Википедии? Рус... Ты близка. Давай послушаем... Ну, почти. Давайте послушаем версии пропагандиста генерального директора телеканала Санкт-Петербург Александра Малькевича. Он записал видеообращение к участникам форума, поскольку находится на оккупированных территориях. Программируется на годы вперед ложная фейковая информация о России, о россиянах. И спустя годы люди, которые не знают правды, будут воспринимать происходящее как данность, как истину в последней инстанции, при том, что все эти авторы анонимны. Штрафами здесь не отделаться. Должна быть своя платформа. Наша там славянокипедия, русопедия, неважно, название мы подкрутим. Славянокипедия и русопедия. Действительно, надо еще немножко покрутить. Честно скажу, когда сегодня утром я смотрел расписание форума, самой многообещающей выглядела секция под названием «Освещение СВО в соцсетях». Ну, ничего яркого ее участники не сказали, а лишь цитата «Мы проигрываем информационную войну, надо наращивать обороты». Гораздо интересней оказалась секция «Деструктивный контент в сети. Угроза традиционным ценностям». Угрозой, считают участники, исходят в первую очередь от уехавших из России артистов. Борис Гребенчуков, Монеточка, Максим Галкин и другие. Гладный враг традиционных ценностей, конечно же, Моргенштерн. Мне недавно говорят, ну, наверное, все-таки кого-то нужно вернуть из тех, кто уехал. Я говорю, например, например, Моргенштерна. Я говорю, ну, прекрасно. Я говорю, великолепно. Чудовище, ублюдок, который выходил на сцену с тремя шестерками на лбу, грязный, потный, вонючий, в текстах которого суицид, наркота, телки-групповики. Вы хотите его вернуть, понимаете, потому что за ним же шла молодежь, так не шла за ним молодежь. Вы молодежь за ним направили, зато вы шамана захейтили за кожаную куртку, за сапоги-гриндеры, да, вы вот и за вот этот шеврон, в котором вы свастику, значит, углядели. А что такое групповики, все-таки, я хочу выяснить. И кто такой этот человек? Я примерно представляю, что он хотел сказать, но оставим это на его совести, не будем додумывать за него. Гостями форума в основном были малоизвестные региональные чиновники, руководители пресс-служб губернаторов, заместители начальников информагентств. Самым статусным спикером был депутат Госдумы Роман Терюшков, член Совета по физической культуре и спорту. Весь последний год он борется как раз-таки с предателями в сфере спорта. Бывшего футболиста и блогера Евгения Савина он критикует последовательно с тех пор, как тот снял выпуск с рассказами украинских спортсменов о войне. Сегодня Терюшков рассказал, он требует возбудить уголовное дело на блогера. Этот парень, видимо, ему было мало. И сейчас он дает интервью тоже блогеру, тоже это расходится, Ксении Собчак. У нее тоже миллион подписчиков. И там он уже не стесняясь, хорошими словами, полоскает, тявкает на нашего президента, на нашу страну, обливая грязью. Мы написали письмо в правоохранительные органы, чтобы возбудили дело на этого блогера уже по статье уголовного права 283. 283 статья уголовного кодекса – это разглашение гостайны. Я, честно скажу, Катя, я смотрел интервью Евгения Савина и Ксении Собчак. Он говорил о том, что война преступна, Россия ведет себя в этой войне как государственный террорист. Но что из этого было гостайной, честно говоря, я совсем не понимаю, и Роман Терюшков, к сожалению, этого не рассказал. Ну, в общем, резюмируя итоги форума безопасного интернета, врагов немало, работы у Роскомнадзора, Лиги безопасного интернета и личной Екатерины Мизулиной, видимо, предостаточно. Ну да, они несколько часов сидели сегодня с перерыва. Да, ну это действительно очень высокая занятость или демонстрация бурной деятельности. Но, что бы мы ни говорили сейчас в этом эфире, Миша, как бы мы ни хихикали над вот этими совершенно чудовищными, идиотскими, это заправьте называть вещи своими именами, как бы мы ни смеялись над предложениями и над решениями, которые там, значит, так или иначе проговариваются и предлагаются, тем не менее, именно эти люди в результате инициируют и блокируют свободы в интернете. И задают повестку, конечно. И задают повестку. Именно эти люди. И вот так мы недооценивали российских пропагандистов в свое время. Теперь мы, кажется, может быть, недооцениваем Екатерину Мизулину, которая может к чертям заблокировать вообще все, если захочет сама, и, конечно, если этого захочет высшее руководство. Да, и открыть Роспетию. Совершенно верно. Михаил Климарев, исполнительный директор общества защиты интернета, к нам присоединяется. Тут я бы хотела поговорить о способах защиты, способах защиты российских пользователей от всякого рода преследования. Михаил, здравствуйте. Да, добрый-добрый вечер. Здравствуйте. Давно не виделись. Давно не виделись. Да, не говорите. Спасибо вам, что нашли время. Ну, вы видели, по-моему, репортаж, этот сюжет. Давно так не смеялся. Михаил Шевелева. Но какие вы выводы делаете? Давайте теперь, если уже серьезно попробовать, оценить риски для российских пользователей интернета. Что нам говорит вот этот форум? Ну, то, что это, по сути дела, угрозы. То есть, вот все, о чем они там говорили, это угрожали. Они кому-то угрожали, кого-то обещали посадить, на кого-то... Уважаемые друзья в социальных сетях, я думаю, что мы послушаем Михаила Климарёва, исполнительного директора общества защиты интернета. Но пока мы далеко, так сказать, не ушли от этой темы, я хочу сказать, что с моей точки зрения, вот коллега Екатерины Катрикадзе, Михаил Шевелёв, с которым похихикали, похихах, похали, похали, так сказать, своим уровнем комментария, он далеко не ушел от Екатерины Мизулиной. И поэтому, на мой взгляд, подлинно великое дело Анатолия Кашпировского в оздоровлении людей. И повторяю, его востребованность, когда достаточно сказать 388 тысяч, это я в первом своем видео сегодня говорил, я дам ссылку, заходите, послушайте, оно не приносит пользу великому делу Кашпировского. Поэтому надо, как говорил мой земляк и одногодка, великий Михаил Жванецкий Михаил Михайлович, земля ему пухом, царствие небесное, тщательнее надо бы такому каналу, как дождь. Однако смотрим, слушаем дальше. Завести уголовное дело, кого-то заблокировать, кого-то выявить и вывести на чистую воду, на самом деле, все угрозы, да, как бы все сводятся к этому. Поэтому, ну, даже не знаю, мы очень часто недооцениваем их интеллектуальные способности, ну, правда, это видно, да, по тому же Ашманову, да, там, прям страшно смотреть, как у человека просто вот эта деградация прям проходит на глазах интеллектуальная. Вот, но с другой стороны, мы, опять же, постоянно недооцениваем их волю к, вот, ну, как бы, выполнить вот эти свои угрозы, да, они смогут, наверное, выполнить. Но нужно понимать, что, ну, всех-то ведь они не перестреляют, всех не пересажают, это, правда, тяжело. Поэтому все эти угрозы, они носят такой террористический характер. И относиться к ним надо, как бы, буквально к террористам, в том смысле, что, ну, что такое слово террор, да, террор — это наведение ужаса. Вот они пытаются навести ужас на людей, вот. И, ну, основная, как бы, защита, ну, не бояться, да, это клоуны, на самом деле, которые, там, ну, бегают, кричат, машут кулачонками, вот. Но, с другой стороны, конечно, надо себя немножечко как-то следить за тем, что вы, как бы, делаете для того, чтобы ему не давать, по крайней мере, повода и возможности, ну, себя поймать, да, себя подставить, так как бы. Михаил, я не буду врать, я не смотрел каждую из 15 сегодняшних сессий, каждую из которых делалось по часу или полтора, но так или иначе, то, что я видел и то, что читал в СМИ, нигде не говорили о потенциальной блокировке YouTube, хотя это уже больше года одна из ключевых тем обсуждения по поводу того, что будет с Рунетом. Неужели что-то пошло не так? Не, ну, правда, они так и не заблокировали до сих пор, и это самое, как сказать, и не блокируют. Более того, они недавно запустили, буквально там в 10-х числах, 12-го, по-моему, апреля, запустили такой специальный сервис для мониторинга всевозможных интернет-ресурсов, которым кажутся важными. Создали такой аналог даун-детектора, раньше был такой популярный сервис как раз, который мониторил доступность всевозможных интернет-сервисов. И, к слову говоря, в списке сервисов, которые находятся на мониторинге, есть YouTube. Вот это очень интересная и забавная вещь. То есть они, ну, да, для них YouTube — это важная тоже такая же составляющая. Как они уж там закончат всё это, мне самому интересно. Ну, у них технически, видимо, ещё не хватает сил для блокировки YouTube. Не в том смысле, что они его не могут заблокировать, а, как говорят специалисты, в том числе Михаил Климарёв, надо подготовить какую-то альтернативную, видимо, да, там, альтернативную площадку. И вот Саша Плёщев, например, рассказывал, что это будет не Рутью, а это будет ВК. Вы согласны? Сегодняшняя трансляция, я добавлю, трансляция всех сессий форума безопасной интернета проходила как раз на платформе ВК-видео. — Интересно. Я последнюю, если можно, коротко хотела бы у вас уточнить. Есть ли способы сейчас защитить людей? Потому что, окей, всех не пересажают, всех не заблокируют, всех не перебивают, но, тем не менее, кого-то могут и посадить, и обвинить, и острофовать. А что нужно сделать? И можно ли, например, сохранить анонимность, если ты хочешь высказываться, ты хочешь высказываться, но опасаешься? — Да, я записал целых пять пунктов, это коротко, наверное, не получится. — Я очень-очень постараюсь, просто перечислю, да? Во-первых, в России нужно перестать пользоваться телефонами, обычными телефонами, ну, мобильными, обычными, которые, квартирные телефоны, ими пользоваться нельзя вообще никак. — А, как? — Ну, так, то есть не надо разговаривать по телефону, ну, максимум, там, вы можете, не знаю, позвонить, например, там, позвонит вам курьер, вот вы его встретили, это максимум, что можно, как бы, говорить по телефону. Объясню, почему. Потому что есть такой пакет яровой, там давно-давно о нем там было очень много, но, в конце концов, они его построили, по крайней мере, для телефоней. И все телефонные разговоры записываются и хранятся в течение полугода. — А телеграм, например, телеграм-звонки или ватсап-звонки? — Вот, телеграм-звонки и ватсап-звонки не записываются, они не могут их записать, потому что они все зашифрованы. Поэтому ими можно пользоваться. Звоните вот в мессенджерах. — Все, понятно. — А в обычном телефоне? В обычном телефоне не звоните, особенно если вы обсуждаете какие-то, там, тонкие дела, там, я не знаю чего. Вот возьмите в мессенджер, в мессенджер спокойненько себе разговаривайте. — Так, дальше. — СМС тоже нельзя, СМС еще проще, потому что по СМС можно еще устроить поиск, и можно еще отслеживать, допустим, в режиме реального времени. Мы, правда, не видели, на самом деле, каких-то случаев поимки за СМСки, но я думаю, что просто потому, что люди там давно уже для текста все-таки используют более удобные сервисы. Следующий пункт — это использовать всегда VPN. — Да, там есть проблемы. Нужно зайти в Сбербанк, нужно выключить VPN. Хотите почитать российские новости, нужно выключить VPN. Хотите почитать запрещенные какие-то заблокированные ресурсы, ту же «Медузу», например, нужно включить VPN. Да, это неудобно, но привыкайте. И главное, это заключается даже не в том, что вы сможете получить доступ к каким-то заблокированным ресурсам, а главное в том, что, опять же, по тому же самому пакету Яровой, они не могут технически заглянуть в трафик, они не могут посмотреть, что вы там пишете конкретно, но они могут, допустим, сопоставлять какие-то обращения к этим ресурсам для того, чтобы потом приложить это дело к какому-то доказательству. Заходили вы на какой-то сайт, не знаю, там, «Идите лесом», например, и они это увидят и сопоставят время какое-то, да, и могут вас просто за это уже привлечь. То есть не надо пользоваться незащищенным интернетом в том смысле, что VPN нужно использовать. И мы это видели даже истерику Роскомнадзора, Рацит, да, по-моему, ролики выходили, которые там рассказывали о том, что VPN как бы вас там все украдет. Нет, VPN у вас не может ничего украсть, более того, чем, какой информацией владеет любой оператор связи. А поскольку все операторы связи, они российские, они находятся под контролем властей, они обязаны все эти данные передавать тому, кому положено. Хорошо. Да, треть. О, это было только два. Это второй. Давайте, Михаил, побыстрее. Побыстрее. Пожалуйста. Ни в коем случае не используйте российские сервисы типа ВК. Все 99% людей, которых посадили за слова в интернете, они были связаны так или иначе связаны с ВК. 95% – хорошо. Это много. Вот, удалите просто аккаунт ВК и просто даже не заморачивайте, из-за чего. Обязательно удалите приложение ВК с телефона. Там мало того, что они, ну, как бы видят вашу переписку все, да, внутри ВК, так они еще и ваше местоположение по этому приложению определяют. Поэтому это вот просто нельзя, это иметь ни в коем случае. Да, 4. Удалите. Это 3. Слушай, это 3, да, теперь 4. 4. Старайтесь пользоваться наличными. Оказывается, все банки стучат. Тоже удалите. Да, это, ну, будет, это испортит вашу жизнь, она сделает ее менее качественной. Банки действительно удобные, особенно в России. Вот, но тем не менее, старайтесь больше пользоваться наличными для того, чтобы банки тоже на вас не стучали. И такси, которые, вот эти все наши любимые удобные сервисы, которые подают нам такси, они тоже небезопасны, они тоже все на вас настучат, куда вы ездили, зачем вы ездили и так далее. Ну, на этом, наверное, достаточно. Все, это все. Все. Это правда очень полезно. Михаил, спасибо вам большое. Но, конечно, вывод прост. Очень сложно избежать контроля. Очень сложно, это правда. Очень сложно. И, ну, наверное, анонимность в интернете, это тоже полезная история, если вы высказываетесь против войны, против преступлений, совершаемых в Украине и в России, российской властью. Это полезно или нет? Или это никого не спрашивает? Конечно, полезно. Конечно, полезно. Но только не делайте это в ВК, ради бога. Не в ВК. Спасибо вам большое. Михаил Климарев, исполнительный директор общества защиты интернета. И Михаил Шевелев, человек, который рассказывал о форуме, проведенном, как называется, Лига безопасного интернета. Вот такая организация работает в России под руководством очень активной Екатерины Мизулиной, которая продвигает все запретительные, просто феодальные, антисовременные, античеловеческие инициативы последнего времени, связанные с глобальной сетью. Миша, спасибо. Ну, уважаемые друзья в социальных сетях, я надеюсь, что вы послушали, посмотрели, и что-то, конечно, вам было полезно, на мой взгляд, от этого форума безопасного интернета, но главное, почему мне хотелось довести это до вас, особенно до подписчиков YouTube-каналов Анатолия Кашпировского, где их уже за 400 тысяч в двух этих YouTube-каналах. Потому что, на мой взгляд, дело, подлинное, великое дело психотерапевта с мировым именем, о феномене которого заговорили 35 лет назад профессионалы, медицинский мир планеты. И, на мой взгляд, вот если бы мои коллеги-журналисты потрудились зайти на официальный сайт Кашпировского, познакомиться с официальными документами людей, которые известны в медицинском мире, которые участвовали в международных конференциях и прочее, прочее, то они бы только помогли в просветительстве и осмыслении этого подлинно великого дела оздоровления людей Анатолия Кашпировского. Будьте все здоровы, благополучны, несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. Искренне ваш из Филадельфии. Сегодня у нас еще разница во времени. 28 апреля 2023 года. Искренне ваш Дэви Аркадьев. Бог даст увидимся, Бог даст услышимся. Пока, пока.